ребятки привет всем девочки просят показывай собаки почаще для настроения вот показываем сегодня ребята уже начала работать я короче работаю потому что люди звонят просятся на стрижки я не отказываю мне надо тоже за что-то жить а то оно так знаете как как в работе и мыслей дурных меньше в голову лезет короче по чуть-чуть работая в общем уже включаюсь включаются в работу это по 2 то по 3 собаки в день то по одной собачке в день но на час вообще не ходит транспорт в городе и конечно люди много очень звонят и тифани тифа очень много люди звонят живут далеко допустим и говорят о это это вообще нам до вас добираться нечем бензина на заправках ребята практически нету так что по моему по 10 литров дают если есть то по 10 литров только дают так что транспорт не маршрутки ней троллейбусы не автобусы вообще у нас ничего не ходит вот так что короче говоря вот то такое каждый добирается чем может но вот сегодня на машинах привозили девочка привозила на машине и мужчина привозил на машине на стрижку собачек вот вчера пешком приводили иди сюда иди сюда вчера пешком приводили недалеко тут живут от меня так приводили минут 10 ходьбы до речи 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 речек а ты мой такой красивый а ты мой такой любимый любименький мой любимый 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 начала по чуть-чуть ребятки включаться я трошки и в работу и во все остальное потому что от мыслей крыша едет просто как она будет шо она будет думаешь господи боже мой как она закончится все короче я им косточки купила я короче покупаю собакам а кстати ребята огромное спасибо девчонка мирочка тебе особенно вот кто мне сбросил денежку девочка мне второй раз бросила я знаю потому что я с ней списываюсь еще в инстаграме спасибо ребяточки спасибо огромное вам за деньги потому что я трачу их на ну на животных тех которых я еще кормлю вот еще с хороших новостей я пристроила кошечку на днях в очень классные руки попала кошка кошка молоденькая все хорошенькая холеная такая чистая без блошек без ничего но там были больные глазки пролечила и пристроила людям вот в хорошую семью там ребеночек есть в общем классно все люди довольны слава тебе господи кошка попала классную семью вот потом мяще есть пара собачек то что я кормлю и штук шесть котов ходят до меня короче они уже так сами по себе в общем я думаю они где-то здесь у меня недалеко живут и вот это они короче говоря знают где тарелки стоят и они приходят они приходят у меня ребята сейчас покажу у меня тут этот огород и там беседка так они приходят ему там у них тарелка стоит а там углу я там насыпаю тут а он видите заборчик собаки мои туда не выскочут вот и ну короче говоря коты там спокойно ходят единственное что меня трошки начало подбешивать потому что там один кот начал метить мне кусты вот это сам шиты короче начал мне метить и запаху там в углу стоит капитальный вот я не знаю чей он может тут хозяева живут может может быть люди уехали может не знаю ну уходит до меня есть вот я думаю если позже может быть если он не чей не разузнаю тут у людей чей это код если не чейный то поймаю его и повезу в клинику стерилизую вот чтобы не метил короче так в общем это такое ребята голуби порхают летают такая погода у нас сегодня на тепленько не не это не холодно сегодня было сейчас разверну на себя камеру привет ребятки ходила в магазин пешком только шо пришла вот чтобы сказать ребяточки держимся крепимся бывает иногда очень страшно ужасно бывает более-менее потише когда потише и даже немножко так расслабляется чуть-чуть думаешь господи может быть это все закончилось ну потом начинает опять бахать все ребята я седая я повлазила седина капец надо краситься надо краситься ну и краска есть краска куплена у меня есть я дома сама крашусь так что я могу покраситься но не хочу не хочу даже знаете какой-то нет и настроение даже краситься так что девчоночки спасибо огромное за денежку очень большое спасибо потому что это ну очень большая помощь тем животным которым я покупают позавчера мне позвонила тут женщины у нас недалеко живут они занимаются они мясом вот она мне говорит юль есть коровьи головы вот так что поехала взяла голову вот дома мы ее короче порубали вот и на этой на этих косточках короче кашу варю так что собачкам ну кашу мящий есть в общем ты такое ребята не ребята вот этот нера дней 6 наверно подряд ли 7 снится сняться такие дурные сны вообще ужасные просто знаете у меня были и вещественные вот много раз такой что она сбывается вот мне уже наверно дня 4 конечно ну я сказать что прям там верю 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 вообще сны нет я всегда встаю утром если что плохое приснится подхожу до окна и говорил куда ночь туда и сон и она как-то все так вот и забывается до обеда а это вот хожу и постоянно мне снится одно и то самое темный лес густой-густой лес вот такой густой-густой знаете прям ну как сосновый но он такой насколько густой что днем на улице днем там темно как вот темно-темно знаете как вот вот как в густом лесу вот если идешь и насколько плотно деревья вверх ушел просто из-за этого все прям такое темное и вот я иду и слышу писк и думаю это ребенок пищит вот такое как новорожденный ребенок я иду ищу ищу и на мне мастерка какая-то я эту мастерку снимаю думаю сейчас найду ребенка закутаю в эту мастерку вот а потом иду 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 и я не вижу вот ну я слышу хорошо слышу где-то рядом а я не вижу где это рядом вот а потом дохожу вот как-то так полянкой более-менее такой просвет вот как бы солнышко то немножко лучи падает солнце и я вот мне три дня подряд этот солнце одно и то самое что я не могу найти вот как-то иду иду и не могу найти вот а сегодня вообще прям проснулась вот наверно в два или в три часа ночи она как бахнула я меня как кинула и вот это и мне пришло прозрение к чему этот сон снится вот я вам дорассказываю кто вот в это верит вот сами возьмите вот так и подумайте к чему это и мне значит снится что я иду иду и тут я вижу что собака собака лежит и собака черная вот чисто черная и навела щенят это щенки пищат я смотрю что это пищат пищенки и хочу подойти до нее от их они так на земле лежат тут на сырой земле врезают а щенки белые 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 с капельками крови но только родились вот она видно я как заводчик я понимаю что не только родились я это знаю и думаю них надо сейчас взять свою мастерку и повытирать потому что они застынут они в крови в слези думаю застынут вот я начинаю так ближе ближе подходить уже метров может 5 10 осталось туда и я вижу огромная стая волков и они нападают на нее и она встает на 4 лапы расставляет лапы и она они ее кусают она их кусает кусает она не чувствует ни боли я понимаю насколько она за своих детей рвет она не чувствует ни боли ни страха у нее нету видать такой я понимаю что я ничего не могу сделать я ищу палку думаю буду сейчас палкой отгонять у меня нету ни одной палки чистая земля такая как вроде не как родине или лесу одета я не знаю делать чисто просто ни палочки нигде нету ничего и она на них нападает они такие огромные эти волки они черно-серые они такие большие как собаки хаски с такими страшными глазами но это волки вот именно это серые такие к серо-коричневые волки и они от ее кусают рвут чтоб забрать у нее щенков съесть их она на них без страха без без малейшего и даже она не шага назад она вот просто на них кидается и она их вот рвет их рвет их рвет и не подпускает никого до щенят она их просто рвет и все я стою я кричу вот я кричу я слышу через через сон что я кричу вот бывает такое знаете когда те снится что ты орешь а ты на самом деле не орешь окажется что ты орешь и вот я вот это вот она вся в крови эта собака и она такая маленькая ну как йорчик она вот маленькая как йорчик но может быть чуть-чуть побольше может быть килограмм пять не больше волки огромные такие они как человек с ростом вот такие огромные и нет их штук шесть на нее и она их рвет и они падают она их рвет они падают и как-то новое и новое она их рвет они падают И вот это мне, ребята, вот эта ночь одна, вообще, я слышала только писк. Вот. Собаки обычно, это друзья снятся обычно, ну, как друзья, там, знаете, вот, что-то хорошее собаки снятся. Щенки, собаки к чему-то хорошему. А тут я вижу кровь, вот эту вот, порванную собаку, она вся в ранах, она вся кровоточит, но она не сдаётся. Она просто кидается, она кидается и рвёт этих волков. Без всякого, видать, такой адреналин в крови, окситоцин, вот, после родов, что собака абсолютно не чувствует никакой боли. Она не пищит, она вообще ничего, понимаете, как бы. И я в этот момент, вот это ж, я же говорю, бабахнуло у нас в два раза капитально, меня кинулось часа в три ночи. И я сижу на кровати, и у меня муж кричит этот, бегом, 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 вставай, бегом в подвал, быстро в подвал. Авиа-тревога, бегом в подвал. Я встаю, и я начинаю идти в подвал, и я реально понимаю, что это наша, наша Украина. Вот эта собака, это наша Украина. Что её рвут. А она за своих детей, она за, она за своё гнездо, за своих детей, она рвёт. Понимаете, вот это вот. Она вся в крови, она вся побитая, она вся покусанная, у неё висят куски мяса с неё, а она за своих детей рвёт. Вот, понимаете, за гнездо, за детей. Ребята, мне пришло осознание, я как раз рвелася. У меня, я часа два рвела. Я понимала, вот к чему это всё мне снится. Я поняла, потому что три дня я была в холодном поту, просыпалась. Вот эти волки, эти, они как, знаете, как... Ребята, они как эти, с такими клыками, знаете, как вампиры. Вот как, ну вот, морды у них, как у, я не знаю, ну, как в фильмах ужасов, вот, вот, как у вампиров. Знаете, клыки огромные такие. Вот мне пришло потом такое осознание, что это, это наша Украина, ребята, сейчас, в данный момент. И эти щенки, это вот люди, понимаете, вот это щеночки, эти белые, новорождённые в крови, это люди. Беззащитные, мирные люди, понимаете. Ребята, извините, опять, что я это, но я... Я нахожусь постоянно, знаете, в таком состоянии каком-то. Оно у меня то успокаивается, то опять страшно депрессивное наступает такое состояние, просто ужасно депрессивное. И меня начинает всё колотить просто, просто меня колотит на сколько, что я не могу сама себя взять в руки. У меня ноги трусятся, мне руки трусятся. Вот. Я надеюсь, что это не какая-то болячка, вот, а просто это что-то нервное. Я не знаю как. У всех по-разному, понимаете, стресс передаётся. Ну, как бы не передаётся, а переносится. У всех людей по-разному. Кто-то плачет, у кого-то вообще на ха-ха прорывает, понимаете. Люди не могут с собой совладать. Ну, у меня, конечно, дня, наверное, та неделя вот эта, вот первая неделя, конечно, меня, я просто ревела, я просто ревела и сутками ревела, я просто плакала, плакала, я вся опухла, я плакала просто сутками. И не спала, не ела и плакала. Вот. Теперь уже, как сказать, вот даже, ну, бахает, бахает, стоишь. Раньше бежал, сейчас вот просто стоишь, думаешь, в какую сторону летит, что это летит, с чего это стреляют, потому что уже знаешь, по звуку, с чего стреляют. Ой, ребята, Господи Боже мой, не дай Бог никому, я вам честно говорю, не дай Боже никому вообще быть в такой ситуации и переживать это все. У меня, кстати, у доченьки моей было 22 марта, день рождения, я ее поздравляла, первый раз в жизни, ребята, я очень рада, что мой ребенок не здесь, не со мной на день рождения. Я очень рада этому. В общем, вот это такое, ребятки. Сейчас покажу вам еще своих собачек и буду заканчивать, потому что длинное видео будет, интернет у меня просто ужасный интернет, будет плохо, плохо и долго загружаться. Ребята, спасибо всем за поддержку, кто пишет мне. Спасибо вам большое, потому что это для, ну, это очень важно для нас сейчас поддержка. Девочка мне из Грузии и вторая девочка из Чехии писали, хотели посылки отправить, у нас почты не работают, там корма, вкусняшки собакам, еще что-то она хотела нам какую-то еду отправить, ну, подарки. Ребята, ничего не работает, вообще ничего не работает, так что почты у нас закрыты, вот, так что, дай Бог, уже им будет мир, будет все хорошо. Опять бабахает, ну, рядом. Все, ребята, буду заканчивать, сейчас покажу еще собак, буду загонять собак. Все, ребятки, пока всем. Рича. Рича. А-та-та-та-та-та-та-та. Хи. Вот такой у меня Рича. Вот такой у меня, вот такой у меня Ричик. Ричик. Хе-хе-хе. Вот такой он. Ой. А, Рича. Лёсенька, Лёсик, Лича, ну только тебя надо, да, значит, гладить, только тебя, глянь, я ки ревнивый. Тиффани, ну Тиффани уже влилась в компанишку, она молодец, она такая вообще, знаете, ох, она хитрая, ох и хитрулька, ох и хитрулька. Хотя косточку Ника грызёт он, то с головой муж там что-то дал им, ну как, я бульон сварила, а потом косточки выняли и им дали, так они грызут их. Так, кто кого обидел? Что такое? Кто кого обидел? Я не поняла. Так, Гучик, ты, если будешь обижать Тиффани, я тебе дам. Такие наглючие, наглючие, надо подстричь будет его. Так, ребята, мне сказали, что где-то продаётся симпарика, надо будет, ну как где-то, я знаю где, короче есть там таблетки, поеду возьму таблетки, всем подаю, потому что буду капец, не дай бог блохи, не дай бог клещи, все будет финиш, что потом делать. Так что, ребяточки, вот тут такое дело, что хотела вам рассказать, показать. Ладно, ребятки, всем пока, до новых встреч, до новых видео, берегите себя, ребяточки, скорейшего всем мира, скорейшего просто, чтобы скорее, как можно скорее закончилась эта война, вот, и чтобы было все хорошо у всех, господи, самое главное, выжить всем, ребята, выжить, и самое главное, чтобы не было потерь, но потерь очень много уже, очень много, ребята. Все, дорогие мои, пока, до новых встреч, до новых видео, пока, ребята.